21 матч в этом сезоне и потери места основного форварда. В этом году уже исполнился 31 год нападающему еще пока Манчестер Юнайтед, рекордсмену сборной Болгарии. Бербатов Демитар Иванов. Родился 30 января 1981 года в Благовеграде, Болгария. Болгарский футболист и нападающий английского клуба Манчестер Юнайтед. Лучший бомбардир в истории сборной Болгарии по футболу. Семикратный обладатель награды лучший футболист Болгарии. Бербатов вырос в спортивной семье. Его отец Иван был профессиональным футболистом, а его мать Маргарита была профессиональной гомболисткой. В детстве Бербатов болел за итальянский Милан, за который выступал его кумир Марко Ван Бастер. Но после Евро 1996 года Бербатов стал фанатом Алана Ширера, выступающего за английский Ньюкасл Юнайтед. И даже ложился спать в футболке Ньюкасла, мечтая когда-нибудь стать игроком Сорок. Бербатов начал свой футбольный путь с ССК Софии. В возрасте 17 лет уже играл в основном составе. После этого побывал в таких клубах, как Байер Ливеркузен, с которым выходил в финал Лиги Чемпионов. Потом поехал в Англию в Тоттенхем Ходспорт, где становился лучшим бомбардиром, вызывался в символическую сборную года и признавался лучшим игроком года по версии болельщиков. После чего в 2008 году до закрытия трансферного окна за несколько часов за 30 миллионов долларов переходит в Манчестер Юнайтед. Перейдя в стан манкинианцев, Бербатов выступал под привычным для себя девятым номером и начал раскрывать в полной мере свой талант. Тренер Сэр Алекс Фергюсон верил, а он забивал. И в том же сезоне его МЮ выигрывает чемпионат Кубок и Лигу Чемпионов в Москве. 27 ноября 2010 года забивает 5 мячей ворота Блэкбор Роверс. Победа Манчестера 7-1. Бербатов становится четвертым игроком в истории английской премьер-лиги, забивший 5 мячей в одном матче. При этом Димитар стал первым иностранцем, добившимся этого достижения. До него 5 мячей забивали англичане. Эндрю Коул, Алан Ширер, Джермен Дефо. Бербатов в английской премьер-лиге имеет на своем счету матчи, в которых он забивал 1, 2, 3, 4 и 5 мячей. До него это удавалось только Эндрю Коулу. Что из особенностей игры Бербатова? Он известен своим интеллектом, техническим возможностям и хладнокровием. Элегантный и спокойный. При этом он обладает исключительно точностью передачи и удара. Может спокойно взять на себя игру, подождав при помощи партнеров, зацепившись за мяч на половине соперника. Хорошее видение поля. Он больше поражает, как при его физических данных практически 1,90 м он обладает ювелирной техникой и плеймейкерскими возможностями. Именно из-за этих характеристик его подписал Манчестер Юнайтед. Покупали его как дополнение главной атакующей мощи Уэйн Руни. Он взрывной, играющий на эмоции, когда как Демитар предпочитает спокойность и рассудительность в своих действиях. Со стороны его часто критиковали за лень, но это неправда. Просто его стиль, который помогал ему забивать. И здесь еще одна особенность его игры. Он способен подстраиваться под действия напарника. Если в Тоттенхеме играл из глубины гид, за счет скорости разбираясь с соперниками, оставляя Бирбатову простору для работы защитниками в одиночку, то в МЮ он обменивается позициями, уходит на фланг и раздает передачи на Руни, Роналда, Дэвиза. Я спокойный парень, который так и играет. И не могу изменить свой стиль. Я смотрю игры и вижу, как парни в панике отдают мяч. Они выглядят такими нервными. А я могу быть спокойным. Потому что знаю, что хочу сделать. Прежде чем мяч придет ко мне, босс говорит, мне нечего менять. И он дает мне свободу, чтобы выразить свои качества. Демитар Бирбатов. Жалко. Очень жалко, что этот сезон, скорее всего, окажется последним в Манчестере. Он уходит. Но куда? Скоро узнаем. Ведь ему всего 31. Он еще не все сказал и доказал в первую очередь для самого себя. Он прирожденный бомбардир. И действительно очень, очень одаренный футболист. Жаль, что Фергерсон потерял в него веру. Пожелаем удачи Демитару в следующем сезоне. И надеюсь, мы услышим еще о болгарском гении.